В районном центре культуры и досуга состоялось традиционное оперативное совещание главы муниципалитета Валерия Венцеля. В нем приняли участие руководители управлений и служб округа, представители учреждений района и общественных организаций. На совещании подводились итоги работы прошедшего месяца и озвучивались планы на будущее. Во вступительном слове Валерий Венцель поблагодарил за слаженную работу всех, кто активно трудился на благо муниципалитета и подчеркнул, что одним из важных событий прошедшего месяца стало принятие бюджета городского округа. Бюджет на 2020 год, как и прежде, остается социально направленным. Расходы социального характера составляют в 2020 году порядка 6 миллиардов рублей, что составляет более 91% в общем объеме расходов бюджета. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков озвучил информацию о работе в сферах образования и здравоохранения. В частности, он отметил, что уже 800 человек принимают участие в программе «Активное долголетие». Почти 24 тысячи жителей прошли диспансеризацию. Упомянул он в своей речи и работников перинатального центра. Впервые за два года и тройня у нас появилась. Всего с начала года у нас родилось 5 436 детей. Есть к чему стремиться. У нас и планка 6000. Коллеги, прошу в этом направлении совместно включиться. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в своем отчете коснулся вопросов дорожного хозяйства, жилищного строительства и строительства социальных объектов. В частности, он озвучил ситуацию с подготовкой к работе в будущем году. По комплексному благоустройству в рамках формирования планов на 2020 год, при замерах всех 15 дворовых территорий, определенный объем и вид работы ведется в составлении схем благоустройства и сметных расчетов. Заместитель главы администрации Альберт Гравин рассказал об экономическом развитии муниципалитета. Он отметил рост экономических показателей во всех сферах деятельности городского округа. От оборота оптовой и розничной торговли до ввода в эксплуатацию жилых домов. Общий экономический оборот в Ленинском городском округе составил 380 миллиардов рублей, что на 7,8% выше аналогичного периода прошлого года. Заместитель главы администрации Александр Усков озвучил итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках подготовки к отопительному сезону проведена проверка и капитальный ремонт более 167 километров тепловых сетей, 286 соответственно водопроводных сетей, более 220 километров канализационных сетей. Также на совещании рассказали о проведенных мероприятиях в области общественной безопасности. По традиции закончилось оперативное совещание награждением жителей района, внесших вклад в развитие муниципалитета. Продолжение следует...